Евгения Альбац Добрый вечер, 20 часов и почти 4 минуты в эфир радиостанции Эхо Москвы Я Евгения Альбац, я начинаю нашу программу посвященную ключевым событиям недели тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев в реноваться, слово месяцев неделя, слово ближайших месяцев это слово может оказать влияние на ход если не итоги и выборов президента и выборов мэра столицы реноваться, а точнее протесту против этой самой реновации сиречь с носу пятиэтажек в Москве вчера был посвящен протестный митинг на который пришло под 30 тысяч человек наши слушатели из других городов скажут опять вы про себя любимых дорогие москвичи и будут неправы потому что реноваться это не столько про пятиэтажки в Москве сколько посвященные право частной собственности и если с этой частной собственностью обернуться кое-как в Москве то будьте уверены в регионах обернуться и подавно поэтому в студии Эхо Москвы сегодня собрались Мария Валерьевна Самородкина адвокат Московской городской коллегии адвокатов цивилист здравствуйте Мария Валерьевна, я все правильно сказала? здравствуйте, все правильно отлично, Дмитрий Геннадьевич Гитков, политик и будущий кандидат в мэр Москвы здравствуйте Дима добрый вечер и Надежда Борисовна Косарева, президент фонда институт экономики города Надежда Борисовна, здравствуйте здравствуйте итак, мой первый вопрос как раз вам Мария Валерьевна именно как цивилисту почему закон о реновации о сносе пятиэтажек в Москве и переселение людей правда не очень понятно куда почему его принимает Государственная Дума точнее уже в первом чтении она приняла почему, коли это касается Москвы почему это Государственная Дума или это не про Москву ну на самом деле я должна сказать что это самый важный вопрос наверное, да, вот который вы задаете потому что наверное до начала разговора нам нужно определиться в терминах да, и в некоторых понятиях дело в том, что надо сказать что это беспрецедентная в истории права значит, ситуация потому что если мы обратимся к тексту закона проекта это уже сказали многочисленные эксперты то он нарушает довольно большое количество норм конституции да и я считаю, что одна из самых главных статей это статья первая этого закона проекта и она должна подвергаться самым серьезным анализом напомните нам да что за статья первая мы из тех, кто да значит, ну для, скажем так обывательского уха значит, если я сейчас ее процитирую вот она у меня перед глазами я ее могу прочитать но я думаю, что вам довольно сложно будет сделать вывод из нее попробуйте, я знаю мы дураки да значит, что говорит нам статья значит, первая указанного закона особенности регулирования на территории города Москвы градостроительных и земельных отношений жилищный прав граждан значит, отношений связанных с государственным кадастром учетов объектов недвижимого имущества и государственной регистрации прав на объект на недвижимое имущество и сделок с ними технического регулирования в сфере строительства в целях реновации жилищного фонда в городе Москве далее также реновация а также информационного воздействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнение государственных и муниципальных функций устанавливается настоящим законом отдельными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы. Ну вот, казалось бы, ничего не понятно, да? Вообще ничего. Человек, который писал, явно с русским языком знаком относительно. А я вот, между прочим, в прошлом созыве вынужден был читать, это каждый день у нас было 60 законопроектов, и вот все вот таким языком написано. Дмитрий, это чуть позже. Давайте разбираться, о чем идет речь. Речь фактически идет о пределах ведения, о распределении предметов ведения между субъектом Федерации и Федерации. И коль скоро вопрос касается земельного и жилищного права, да, о чем прямо говорится в статье первой указанного закона, вот мы должны признать, что этот вопрос связан именно с регулированием жилищных и земельных прав граждан. Это во-первых. Во-вторых, фактически статья первая этого закона предлагает вывести нам из-под совместного ведения субъекта Федерации и Федерации, как сейчас предусмотрено Конституцией, предлагается это передать исключительно в ведение субъекта Федерации, то есть в данном случае это город Москва. Что это означает для простых граждан? Это означает, что в настоящее время у нас с вами существует на федеральном уровне разветвленное кодифицированное законодательство. Что это такое? Это гражданский кодекс, это жилищный кодекс, это земельный кодекс, градостроительный и так далее. И вот эта статья первая этого законопроекта предлагает нам с вами от этого всего отказаться, и вместо этого нам предлагается что? Только вот этот закон. А теперь давайте представим себе, в какой ситуации мы с вами оказываемся. То есть у нас есть в настоящее время на федеральном уровне разветвленная сеть законодательства, о котором я рассказала, это кодексы, это нормативные акты, которые приняты в соответствии с ним, это в том числе судебная практика, которая сложилась за долгие годы. И вот от этого нам сейчас предлагают отказаться, и вместо этого нам предлагают вот этот вот тощий закон, простите, с позволения сказать. Который будет регулировать все то, что регулируется на уровне федерации? Да, в области отношений складывающихся, в области реновации нам предлагаются вот эти нормы, значит, которые у нас есть в кодифицированном праве, да, значит, от них мы отказываемся, а вместо них нам не предлагают практически почти ничего, кроме этого законопроекта. Значит, законопроект изобилует отсылочными нормами, понимаете, и на языке права это... Извините, что такое отсылочные нормы? А отсылочные нормы, это когда, значит, в законопроекте говорится следующее, что, а вот отношения вот в области таких-то, таких-то будут регулироваться отдельным нормативным правовым актом города Москвы, который еще не принят. И что будет в этом нормативном правовом акте для нас с вами загадка. Получается, что вместо федерального законодательства, как я сказала, кодифицированного, нам с вами предлагается войти в правовой вакуум. — Тогда можно с вами делать все, что угодно. — А не согласиться можно? — Можно, прямо давайте сейчас. — Можно я сначала переведу на бытовую язык? — Не, подождите. Давайте вот... Дима, я знаю, тяжело три бабы, а вы один. — Очень-очень хорошо. — Надежда Борисовна Косарева, президент фонда Института экономики города, который хочет не согласиться. — У меня есть очень много вопросов к этому закону, но то, что только что было сказано, ну, я, по крайней мере, воспринимаю не так. По образованию я экономист, но я один из авторов жилищного кодекса, земельного кодекса, градостроительного кодекса. За 25 лет своей этой деятельности я уже переквалифицировалась в юриста, пишу все эти законы. Значит, у нас... — Но это не написали, это не последствия. — Нет, это не написали, это вышеперечисленные кодексы. Значит, жилищное законодательство, земельное и законодательство о градостроительной деятельности есть суть, предмет совместного ведения. И что это означает? Что субъект федерации имеет право издать любой закон, который не противоречит федеральному закону в этих областях. Гражданское законодательство — это суть исключительно прерогатива федерального законодателя. То есть гражданские правоотношения цивилистически не имеют права субъект регулировать. Из перечисленных к таковым относятся техническое регулирование, в том числе, и регистрация прав. А вот как раз основные-то жилищные, градостроительные, земельные законодательства, если в федеральном законодательстве дана отсылка, что это может устанавливать, регулировать субъект федерации, как является Москва, никакого противоречия конституции здесь нет. Можно искать другие недостатки в этом законе. Я их могу много перечислить, но не те, которые вы сказали, на мой взгляд. Стоп, стоп, стоп. Мария, вот тут регулирую все я. Поэтому теперь Дмитрий Гудков. А я Марию подержу как раз. И есть еще одна норма. Я напомню, что, Дмитрий, сколько вы у нас проработали в Государственной Думе? Пять лет проработал в Государственной Думе. Ну, в качестве депутата. Депутата, да. А так-то больше. Так вот, я соглашусь с Марией, потому что есть еще и другая норма. Законы не могут противоречить Конституции. В данном случае я просто перевожу с профессионального замечательного на бытовой. Это вот моя профессия. Так вот, значит, что означает федеральный закон о реновации? Это означает то, что отменяются нормы Конституции для одного субъекта. То есть, по сути, Собянин отменяет Конституцию в Москве. Жители одних регионов живут по Конституции по одним законам, жители Москвы по другому. По другому закону. Какую статью Конституцию вы имеете? Первая статья, ну, то есть, собственно, этот закон легализует право государства изымать собственности. То есть, наше базовое конституционное право собственности, оно... Есть такое право в Конституции. Да, есть такое право в Конституции. А этот закон в Москве вводит право выселять принудительно в течение двух месяцев, и более того, нас еще и другого права лишает на судебную защиту. То есть мы не можем, например, судиться по поводу выселения, если этот закон будет принят. Вот о чем говорила Мария. Подождите, вы имеете в виду, это так называемое, что когда изъятие земли для государственных нужд, тогда... Не земли, мы говорим сейчас про квартиры. Про землю это вообще отдельная песня. Нет, подождите, ну вот по поводу 60 дней, значит, в течение 60 дней человек обязан будет подписать договор, если закон будет, да, в таком виде принят. И... А если нет, то его принудительно выселяют. И он не может по этому поводу судиться. Он может судиться только по поводу равнозначности предоставляемого жилья. Это вот то, что сейчас написано в тексте, принятом в первом чтении. С последним замечанием полностью согласна. Надежда Борисовна Косарева, да? Косарева, извините. Вы знаете, я не знаю ни одного как бы специалиста, эксперта, кто не согласен с вашим последним утверждением. Это надо... Да. И это... Я гарантию даю, что в законе не будет ограничено право на судебную защиту, потому что лишить права на судебную защиту, это вообще противоречит действительность. А необходимо в течение 60 дней подписать. Но, вот теперь, вот понимаете, вот это базовое. Ни в одной стране мира, ни в одной конституции, в том числе нашей, 100% защиты права собственности не существует. Всегда есть возможность изъятия частной собственности для государственных и муниципальных нужд. Дальше начинается... Равноценная компенсация. А дальше начинается понимание в законодательстве разных стран, что может быть признано государственной и муниципальной нуждой. В нашем законодательстве, к сожалению, это открытый перечень, который завершается открытой нормой, что в иных случаях установлено в федеральном законе. Это кошмар. Это плохо, это очень плохо. Но, смотрите, смотрите, мы проанализировали международный опыт. И практически во всех странах, которых вам захочется привести в пример такие, но не надо, там Китай, да? А вот там, не знаю, европейские страны, североамериканские страны и так далее. Проекты редевелопмента территории, которые деградируют экономически, физически ли и так далее, там создают определенные проблемы для городов. И когда там реализуются редевелопмент проекты, там применяется механизм изъятия для государственных и муниципальных нужд. Везде. Другое дело, что ни одно государство, ни один город не хочет насильно ломать через колено большинство. Сначала везде выясняется позиция большинства, жителей, собственников на этой территории. И если большинство за, тогда в отношении меньшинства применяется, к сожалению. Тоже с помощью сайта «Активный гражданин»? Абсолютно по-разному. Вы знаете, абсолютно по-разному. Где-то это прямые соглашения с собственниками, где-то это вплоть до отмены решений через референдум в отдельных штатах в Америке, может быть, выселено. Где-то это и голосование через уже новые информационные технологии. Не бывает так. Извините мне, Надежда Борисовна, вот я вам не поверю здесь, потому что я не могу себе представить ни одного штата Америки, в котором вопрос о частной собственности... Извините, дайте договорю. Решался бы с помощью сайта, на котором на сегодняшний день зарегистрировано примерно 10% жителей Москвы, и функционирование которого совершенно не прозрачное. Референдумом, да, безусловно. В Швейтарии только референдум, а не как иначе просто. Значит, например, в штате Калифорния, в соответствии с законом Калифорния, а редевелопмент, вот так он называется, вообще голосование не проводится, открою вам тайну, вообще не проводится. Там по-другому все это устроено. Там очень хорошо работают демократические институты выборов, в том числе в законодательное местное собрание. И поэтому по поводу редевелопмента создаются специальные комиссии из населения, жителей, общественности, бизнеса по определенным процедурам. И если эта комиссия против, можно преодолеть ее мнение двумя третями голосов законодательного собрания местного. Но это не делают просто на практике, обычно. А референдум – это уже право местных жителей против заблокировать решение. Не само решение изначально на референдум, а заблокировать. Никто не ломает в Америке через колено. Там, как правило, это Веча, Надежда Борисовна. Как правило, то, что мы называем Веча в городках, люди приходят на площадь перед Мерей. Да, да, публичное слышание. И голосуют вот так, как это голосовали, как мы знаем по фильму, как голосовали в Великом Новгороде. Я не знаю, я проверю обязательно сегодня, как это происходит в Калифорнии. Да, откройте, откройте просто закон на реке Калифорнии. Я спрашиваю, там есть юриста, который это расскажет, но представить себе, чтобы в Соединенных Штатах можно было вот так продавливать через колено за 60 дней и пошли вон? Нет, 60 дней, конечно, это… Но сеть, которая просто невозможна, не происходит. Дмитрий Куклов. Я бы добавил, то есть есть буква закона, а есть в юриспруденции такое понятие дух закона. Что значит изъятие собственности под муниципальные нужды? Допустим, город собирается построить дорогу, железную дорогу или еще что-то. Понятно. Но в данном случае нам же что говорят? Что это делается в интересах жителей, в интересах собственников. Соответственно, тогда нельзя вводить институт вот этого принудительного выселения, потому что здесь дорога не строится. Здесь же должно строиться жилье для тех же самых людей. Это первый момент. Второй момент. Если у вас… Винча, у меня сразу вопрос. Ну хорошо, вам не хочется, чтобы дом сносили, а две трети вашего дома хотят… Можно? Я сейчас к этому вернусь. Да. Второй момент. Хорошо, предположим, вы изымаете собственность в интересах каких-то определенных. Но нигде нет такой практики, что ты не можешь судиться по поводу изъятия своей собственности. Второе. Это безусловно. Третий момент. Прекрасно. Согласен. Есть практика в Японии, в Израиле, в ряде европейских стран, когда изымают. На самом деле, принудительное выселение существует. Но в Японии, например, это для 10%. То есть 90% жителей дома согласны переселиться, а 10% нет. Вот в данном случае такое правило работает. Здесь же нам предлагают большинством, или сколько сейчас там, две трети, большинством, по-моему, две трети, они декларируют, пока еще не ввели. Но как это голосование будет проводиться? По жуническим методам. Нет, уже заявили про две трети. Я говорю, пока это декларация Собянина. Что такое две трети? От чего две трети? Если ты не проголосовал, то тебя автоматически записывают в число сторонников сноса. Ну, ты как бы на выборах представь, если была ситуация, если ты не проголосовал за Путина, значит, твой голос записывается автоматом за Путина. Жульничество? Жульничество. Есть активный гражданин, есть общее собрание собственников. Вот на, вот есть две опции, где люди должны принимать решения. Я не понимаю, почему нельзя провести референдум, а? Ну вот провести в тех муниципалитетах, где предполагается снос жилья, почему не... А в чем? Я могу объяснить, почему нельзя. Я совершенно согласен, потому что это делается на активном граждане сейчас, это абсолютно жульничество. Референдум отвечу. Ну, они же собираются открыть результаты голосования, чтобы вы сможете проверить. Послушайте, как вы можете проверить? Как я могу проверить, кто и как проголосовал? Кто? Если вы смотрите, как учтен ваш голос, вы же по своему дому можете посчитать? Секунду, как я буду знать, если там непоименное голосование? Как непоименное? Оно непоименное не будет, у вас результатов поименного голосования не будет. У вас непоименное голосование. Это проактивный гражданин. А если это собрание собственников жилья, да, то там протокол фамилии, номер квартиры, контакт. Это правильно, но в активном гражданине у В активном нет, согласен. Я говорю, жульнический учет мнения граждан. Давайте мы у цивилиста спросим. Вы знаете, вот этот вопрос, который вы подняли, он, наверное, тоже один из центральных. Дело в том, что давайте обратимся к текущему российскому законодательству. Не к законопроектам, которые мы с вами обсуждаем, а к текущему законодательству. И сейчас вот это вот голосование, которое проходит за, снос или против, оно абсолютно не соответствует текущему законодательству. Потому что если дом не аварийный, и если хотя бы один собственник возражает, то против воли собственника такой дом снести нельзя. И здесь абсолютно... Это регулируется текущим законодательством. Можно, а вы спросите, каким? Я долго слушала, можно я теперь скажу, да? Значит, откуда это вытекает, понимаете? Это вытекает, в частности, из прямой нормы 35-й статьи Конституции, который защищает право собственности. Право собственности не может быть ограничено в иных целях, кроме как для государственных нужд. Что же нам предлагается? Нам предлагается фактически сегодня, если соседи захотят, они большинством голосов или в две трети, или еще как-то могут лишить меня моей собственности. Вдумайтесь вот в это предложение. Это прямое противоречие 35-й статьей Конституции. Значит, теперь что такое государственные нужды? Давайте определимся. Является ли желание соседа переехать в другой дом? Пускай он будет лучше, пускай он будет дороже, как говорит нам московская власть. Мы ей пока готовы верить, у нас нет оснований ей не доверять. Но вот предлагается... Я не готов. Ну подождите, мы сейчас вот гипотетически рассуждаем. Является ли желание соседа переехать в этот прекрасный новый дом основанием для того, чтобы меня ограничили в моем праве собственности? Если мы обратимся к тексту Конституции, однозначно нет. Поэтому все эти разговоры относительно голосования через МФЦ, через активный гражданин, или может быть иным каким-то способом на референдуме, как вы сейчас обсуждали между собой, все это не имеет отношения к действующей 35-й статье Конституции Российской Федерации. Я, честно говоря, небольшой специалист в области американского законодательства или швейцарского. Я бы хотела, как российский адвокат, рассуждать только о том, что мы имеем здесь, в нашей стране. И я убеждена, как юрист, как цивилист, что для того, чтобы устроить в рамках легитимного процесса голосования относительно сноса дома, мы с вами должны для начала изменить российскую Конституцию. А как же тогда, Мария Валерьевна, тогда объясните, а как тогда, когда вопрос касается группы людей, ни одного, ни двух, и как здесь в этой ситуации быть? Вот смотрите, давайте разбираться. Дьявол, как известно, в деталях. Как этот вопрос решает текущее законодательство? Разве у нас нет способов решить этот вопрос в рамках текущего законодательства? Как раньше московская власть решала эти вопросы? Создавались согласительные комиссии с теми гражданами, которые не желали переезжать по каким-то причинам. Причины могут быть разные. Не устраивает местоположение дома, в котором вам предлагают квартиру. Или же вы считаете, что про равнозначность и правоноценность мы уже поговорили, здесь уже нет у нее точки зрения. Но ведь можно допустить злоупотребление в этой области, что предложат вам квартиру, которая будет дешевле рыночной стоимости, чем та, которая была у вас. Или иные какие-то личные обстоятельства, если существует. Вот у нас совет при президенте раскритиковал указанный законопроект 19 апреля, а в средствах массовой информации появилось сведение о том, что он дал отрицательное заключение на этот законопроект. В этот совет входят известные юристы, мною глубоко уважаемые. И посмотрите, каким формулировкам пришли члены совета. Они говорят о том, что право собственности – это основное право граждан по Конституции. И необходимо предусмотреть возможность, в законопроекте имеется в виду, отказаться от переезда по личным причинам. Так все-таки, бог с ними, с советом по правым человекам. Все-таки, Мария Валерьевна, а вот как быть, если весь дом заснулся, и мы знаем, что есть страшные совершенно пятиэтажки, которые просто не поддаются никакой реновации. А вот там одна квартира против. Давайте для начала определимся, это дом аварийный или нет. Если этот дом не аварийный, вы не имеете права по действующему законодательству принудить гражданина выехать из этой пятиэтажки. Если вы хотите его квартиру, договаривайтесь с ним на рыночных условиях. Это законодательство предусматривает. Те граждане, которые хотят выехать добровольно, вот им предлагает правительство Москвы, поехать в новую зону реновации, в панельный дом, предположим. Но они согласны. Ради бога, действующее законодательство разрешает добровольно осуществить такую сделку. Ведь, по сути, то, что нам предлагается, это суть сделка. Только одни граждане на нее соглашаются, и это их право. Эта сделка может быть невыгодной, но это не значит, что гражданин не вправе ее заключить. Вы можете дорого продать свою квартиру, можете продать дешево свою квартиру, это ваше право. Но если вы отказываетесь от этой сделки, то у государства нет возможности вот по данному закону проекта в соответствии с Конституцией воспринудить к этой сделке. И все, что вот сейчас происходит, вот это вот голосование, две третих, три пятых, я не знаю, сколько угодно, это абсолютно не конституционный процесс. Спасибо. А можно вопрос задать? Нет, сейчас только я сначала задам вопрос. Ладно, а потом уже, Надежда Борисовна, я даже хотите вас с автором возьму на передачу. Тогда я задам все-таки вопрос. Вот сейчас-то было объявлено, что мэр Москвы Сергей Садьбянин внес в Мосгордуму законопроекта гарантии при инновации. Вот объясните мне, пожалуйста, любой из вас троих, кто это знает, почему потребовался отдельный законопроект о гарантиях, который должен пройти через Мосгордуму, в то время как в первом чтении уже принят законопроект, который идет через Государственную Думу, и там второе чтение назначено на июль. Вот что такое это происходит? Что это за игра? Дим, Дмитрий Бутков. Да, во-первых, надо понимать, что то, что сейчас Садьбянин предлагает вот тому органу, которого сначала правильно все-таки назвали, не решает тех проблем, о которых мы говорим. Потому что в первом чтении вот этого закона о реновации, именно там вот эти все основные злоупотребления... Которые в Государственной Думе. Которые в Государственной Думе. А зачем нужен другой отдельный... Потому что Сабянин не командует Государственной Думой. Потому что есть разные башни и группы влияния. И я думаю, то, что когда Володин отложил принятие закона... Спитер Государственной Думы в прошлом, первый заместитель руководитель администрации президента, отвечающий за идеологию. Да, безусловно. Я думаю, когда было принято решение на два месяца отложить принятие закона во втором чтении, это была игра против команды Сабянина. Это какие-то внутриэлитные разборки. И сегодня мы понимаем, что мэр Москвы не может дать поручение депутатам, либо отложить в корзину этот закон, либо изменить, внести поправки. Он на этот процесс не влияет напрямую. Но на что он может повлиять? На то, что происходит в Московской городской думе. Я думаю, что то, что он внес, это как реакция на вчерашний митинг и попытка людей все-таки успокоить, потому что накал был серьезный. Вчера звучали лозунги Собянина в отставку. На этой замечательной ноте мы уходим на новости и рекламу и вернемся обратно в студию «Эхо Москвы». В интернете все идет, ребята, поэтому я имею обыкновение материться в перерыве. Потом весь интернет меня знакомит с тем. Слушай, как удачно-то мы с Кариной выпили пиво в Берлине. А я никак не могла понять, кто вам дал телефон. Карина, мы с ней сейчас виделись, и она, я ее стала там что-то такое спрашивать, в том числе по этому поводу. И она мне сказала, я тебе все сейчас дам. Отлично. Я вчера своим еще сидя в Берлине, передала ваш телефон, и вот так что спасибо. А сейчас мы к вам уйдем. А совет по катрификации в конечном итоге утвердил? Потому что то, что уже появилось, это же не предварительное было. Они утвердили? Они утвердили отрицательное заключение, абсолютно. Утвердили, да? Понимаете, дело в том, что я не знаю, какое они итоговое примут мнение, но на настоящий момент заключение отрицательное. Аня, я другой вопрос задала. Там было, да, они послали в Госдуму, но не заключение совета, которое они придели, я с Крышиненников разговаривала, но в этом совете не обсуждалось. И там даже было написано, что это предварительный, подготовленный текст. Ну вот я не готова говорить относительно предварительный или основной, главное то, что этот текст вот есть на текущий момент. На текущий момент там есть такие фразы. Да, да, да. Я честно говоря поражена, вот я вам честно скажу, что у нас вообще обсуждается вопрос про это голосование, потому что действительно нельзя застануть. Это интересно, я как-то не... Понимаете? Нельзя застануть. Все не очевидно. Не очевидно, не очевидно. Абсолютно очевидно. Ну, сейчас мы об этом поговорим. Я хотела спросить, но я могу не спрашивать. Сейчас мы еще поговорим, что такое государственные нужды. Мы еще сейчас поговорим. Главное, почему на один месяц? И что такое общие имущества? Или за голосование? Непонятно. Представьте. Что такое общие имущества на квартирного дома? Вы забываете все время. Вроде Бога сейчас рассказывает. Нет, я знаю, что это такое. Давай, собственно, с наземным. Конечно. А как? Ты читай, по-моему, статья? Еще полгода выходила на... Я, наверное, не помню. Да, я сейчас пытался их вспомнить. Три читай. Три читай. Три читай. Или сорок шестай. Что? Где у нас указано? В земельном кондексе? Сорок шестай. Сорок шестай. Сорок шестай. Семельный кондексе. 2,56 и прожат. Елена Лиховская, служба информации Эх Москвы. Встаем в столянку. Столица это центр, и кто-то думает, что все решается здесь. Так, или нет, сейчас кто-то же... Кто же мне еще может сейчас прямо сказать, что там было на совете? На совете, на совете. Мы про какой совет говорим? Я говорила про совет предпрезиденте. Да, и с подификацией. А, подификацией. Яковлев, Яковлев. Только? Яковлев. Какой Яковлев? Наш самый великий цивилист. Да. Ну, Петранский Яковлев. Да, конечно. А ему не сто лет уже? Ну, ему не сто лет, но он же, слава тебе, господи. Я вам помню, что времен, когда я работала в газете «Московские новости», лет мне было существенно меньше при советской власти. Серьезно? У нас все такие живы, еще все маковские, все живы. И вот если мы их мнение спросим, я думаю, вряд ли оно будет отличаться от моего. Потому что я свое мнение основываю исключительно на мнении авторитетных. Александр Баунов. Особое мнение во вторник после пяти вечера. В ночь со вторника на среду после полуночи в программе «Один» ведущий Алексей Нарышкин. «Один» в ночь со вторника на среду. «Опять в одноклассниках сидишь?» Не холодно, ничего? Нормально? Да, хорошо. Никого, никто не простудится. Я люблю, поэтому я не могу существовать без кондиционера. «Эхо Москвы». Вот. «Ну да, а еще там блоги, голосование, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть. Можешь лайкать». «Все, присоединяюсь». «Эхо Москвы». «Слушайте радио». «Остальное – видимость». Еще раз добрый вечер. Здесь в студии «Эхо Москвы». Мы говорим о сносе пятиэтажек, о том, о чем бурлит совершенно Москва и то, что касается отнюдь не только москвичей, поскольку это вопрос о том, насколько можно нарушать права частной собственности в одном отдельно взятом регионе, муниципалитете, районе, крае, как угодно. Это то, что… Я, в принципе, не понимаю, как это… Почему на 25-м или каком-то году жизни закона, который позволил частную собственность в Советском Союзе, это сейчас 87-й у нас был год, да? Значит, соответственно, на 30-м году это по-прежнему вопрос таких дебатов. У меня вопрос к вам, Надежда Борисовна Косарева, президент фонда Института экономики города. Вот вы, как я понимаю, скорее сторонник этого проекта «Реновация». Вот какие ваши… Вот если бы перед вами сидели бы сейчас люди, которые живут, которые категорически против сноса их пятиэтажек, что бы вы им сказали? Какие ваши аргументы? Ну, у меня на самом деле какие-то такие простые человеческие аргументы, которые… законодательство на которых, в общем, основано. Как я уже сказала, частной собственности в коллективе, ее прав свободны, вообще не бывает. А на квартирный дом… Как не бывает? Ну, сейчас объясню. На квартирный дом – это такой ёжик, который модным словом таким называется, кондоминиум. Что это значит? Это значит, когда квартира… Вообще-то непонятно, что такое квартира в данном случае, это просто воздух находится в вашей частной собственности. А дом в целом, вся основная, 99% дома – это общее имущество всех собственников. И мы с вами самой жизнью конструкции этого кондоминиума вынуждены принимать коллективные решения, вынуждены. Почему у нас так плохо управляются эти дома? Потому что мы не умеем принимать эти коллективные решения. Но есть институт, специально мы нами придумываем, а он вот везде, везде, везде. Это общее собрание собственников, когда собственники коллективно вырабатывают решения. И принцип этих коллективных решений, что делать с этим домом? От в какой колор дверь красить до сносить или не сносить, реконструировать или не сносить, принимается, к сожалению, большинством. Другое дело, в разных странах законы вот это большинство по-разному устанавливает. Вот давайте про разные страны сейчас немножко заговорим. Да, у нас даже, вот если мы откроем наш жилищный кодекс и посмотрим, то, например, в случае реконструкции две трети голосов приняли на общем собрании, вперед реконструкцию. Про снос вообще ничего не написано специально. Это значит, я вам сейчас открою большую тайну, что можно выставить на голосование снос дома и принять это решение большинством от большинства присутствующих. К ворам 51%, если 25% от 51% проголосуют, почитайте жилищный кодекс, проголосуют за снос встание. Это решение общего собрания собственников. Это не так, так написано сегодня жилищный кодекс. Поэтому, главное, что поймите, когда вы собственник индивидуального дома, на вас и то соседское право распространяется, как вы соседям, что можете, что не можете. Аж когда вы вообще в одном доме живете, на квартирном, ну тут без компромиссов, без установления правил вообще никогда ничего не поправится. Я вас просила дать аргументы в пользу тех, кто против. А вы мне сейчас привели аргумент, по которому 51% от большинства присутствующих, от присутствующих, даже аргумент никогда в жизни ни на что не соглашался. Ну вы купили квартиру в доме, вы должны жить вместе с соседями, вы должны не нарушать прав соседей, вы должны понимать, что каким-то образом вам надо принимать решение в этом доме. Я плачу, как человек, который владеет квартирой, я плачу в этом доме за все на свете. Когда дом станет аварийным, вы пойдете к государству и скажете, ну-ка давайте мне со мной квартиру. Я говорю, что государство с меня вычитает на это самое капитальное строительство... На строительство ничего не вычитает. На капитальный ремонт. На капитальный ремонт, оно с меня... А когда дом аварийный, там ремонт уже не поможет. Там уже сносят и всех переселяют. Понимаете, нужны компромиссы, в обществе нужны демократические компромиссы. Не бывает такого, чтобы в демократическом либеральном обществе собственность была абсолютизирована до такой степени, что на всех наплевать вокруг «я собственник». Не бывает такого. Это демократическое общество, мне очень приятно слышать. Мы, правда, далеко от этого относимся. Мы с вами живем, если вы не заметили, в авторитарной стране, где... В авторитарной вообще бы никого не спрашивали. Где? Нет. Это в диктатуре. А мы пока не живем в диктатуре. То, что вы имеете в виду, это называлось тоталитарное общество. И то спрашивали. Потому что хорошо понимать, чем заканчивалось. Поэтому в Советском Союзе была все равно квас-демократия. Это мы не будем уходить в эту сторону. Но все-таки ваши аргументы за то, чтобы идти на эту реновацию? Значит, сегодня квартира плохой планировки в пятиэтажках. Маленькая кухонка, смежные или сидячие ванны, маленькие коридоры и так далее. Квартиру, которую предлагают, будет, пусть она даже будет такой же по числу комнат, но по планировке она будет все равно новая. Она будет большая. А я хочу в этом районе, на Пресне. А какие у меня границы, что вы в том же предварительном Пресне поставите мне... Вот слушайте, ведь сейчас вы мне начнете говорить, что мало ли что написано. Тогда я точно так же скажу, мало ли что написано в первом чтении, что будет написано ко второму чтению. А Собянин внес закон, где он уже поменял свою конструкцию. Он уже написал, что в том же районе. Влияют, значит, влияют все эти позиции людей. Он написал уже в том же районе, а не в соседнем. ЦАУ исключил из перечня, где в том же административном округе. Уже в ЦАУ тоже только... То есть я как раз за вот эти вот большие масштабные обсуждения и даже митинги и так далее. Потому что учитывают мнение населения, условия его законодательные, предлагаемые пока, законопроектные, улучшаются с каждым днем. А в принципе, реновация, она направлена на то, чтобы было лучше, а не хуже. Но есть, я соглашусь, что есть морально-психологические моменты, когда человек живет и говорит, а мне ничего не надо, я хочу жить плохо, но зато я здесь родился. Да. И имеет право. И имеет право так считать, абсолютно. Но он не может быть препятствием, когда большинство хочет по-другому. Да, в Японии были примеры, когда на взлетной полосе оставался этот дом, но даже там и там уже подвигаются в сторону большинства. Иначе у нас заморозятся наши города, и там не будет вообще происходить никакого улучшения. Ну потому что, конечно, мы с вами имеем все право на свои психологические и морально-этические какие-то принципы, мы должны других людей тоже уважать. Спасибо большое, это была Надежда Борисовна Косарева, президент Фонда института экономики города. Теперь, Мария Валерьевна, вы сказали, возразили Надежда Борисовна, когда она говорила о том, что на самом деле решение может быть принято большинством от пришедших на, большинством от кворума, то есть, грубо говоря, от 50% большинство, и будет решен вопрос о сносе дома, поскольку это никак не регламентировано. Да, значит, ну давайте я расскажу относительно, ну это такой будет правовой ликбез, потому что, да, очень коротко, да, Надежде Борисовне простительно, она уже в начале передачи сказала, что она не юрист, и поэтому, конечно же, никаких упреков в ее адрес я адресовать, ну, как бы не могу, да. Значит, давайте посмотрим, что наше законодательство, российское законодательство на текущий момент нам говорит. У нас есть право собственности на квартиру, да, у нас есть право собственности на долю в общедалевом имуществе, пропорциональное, значит, соответственно, той доле, значит, которой у нас есть пропорциональной площади жилого помещения. То есть у меня есть право собственности на общедалевое имущество, там, значит, например, там на 1,42 в лестничной клетки, там, да, в лифтовой шахте и так далее и тому подобное. И Надежда Борисовна, когда говорит о том, что, дескать, а что же мы будем делать с общим имуществом, да, дома, смешивает понятие права собственности на квартиру и вот это общее, это общедаревое имущество. Значит, законопроект прекращает право собственности в случае принятия решения о реновации и в отношении квартиры, которая принадлежит только мне, и в отношении вот этого общего долевого имущества, в том числе в отношении права собственности на земельный участок под домом, это тоже немаловажно. А что же говорит нам текущее законодательство, почему в жилищном кодексе нету нормы о сносе дома, да, вот все говорят, ну как же, а сколько мы должны, вот 50% или 2 трети, почему нету этой нормы в этом кодексе, да потому что не предусмотрено действующим законодательством сносить неаварийный дом вопреки воле собственников. Это аксиома, которую должны запомнить все, если кто еще не знает, то я уважаемым радиослушателям Эхо Москвы разъясняю, что текущее законодательство Российской Федерации, вот оно такое, как бы не хотелось иначе, разработчикам законопроекта. И когда мы, значит, слышим... То есть, извините, Мария Валерьевна, правильно понимаете, если дом не признан аварийным, то нельзя его сносить? Если хотя бы один житель говорит, нет, я против, принудить его нету законного механизма в настоящий момент. Именно поэтому и предлагается нам законопроект, который будет противоречить Конституции и позволит изымать вот у этих несогласных, которые, как вы говорите, ну вот он хочет жить на Пресне, да, ему не хочется, ему нравится его маленькая квартира, он не хочет никуда переезжать. Но понимаете, нельзя забывать о том, что вот в этот список, да, реновационный, так называемый, попали многие крепкие сталинские кирпичные дома. Но почему мы не говорим об этом? Очень много граждан живут в прекрасных, замечательных домах кирпичных, они находятся в этом списке. У них, значит, кухня не по 5 метров, Надежда Борисовна, а по 10 и по 12. У них огромные холлы, прекрасные лестничные площадки и так далее. И вот эти люди, да, это пятиэтажка, но там потолки 3,20 или 3,50 или 3, да, и такие дома будут стоять и 50, а может быть даже и 100 лет, и они не находятся в аварийном состоянии, и эти дома находятся в списке. Понимаете, и эти... Даже вот в сокращенном списке они находятся, после как хамовники исключили, и все половина. Да, да, я сама в таком доме живу. Вы попали в список? И у меня кухня не 5 метров, Надежда Борисовна. Ну, тогда, конечно, вы проголосуете против, и вас исключат. Да, пожалуйста. Вот как раз от теории переходим к практике. Что мы имеем на сегодняшний день? Так как, они, наверное, вам же свою живую личную практику. Я хочу поддержать, что, во-первых, даже в сокращенный список попали сталинки, кирпичные дома, даже историческая застройка, причем попали дома, которые в престижных районах Москвы находятся или рядом с метрою и так далее. Одновременно с этим те бараки, хрущевки, панельные пятиэтажки, которые находятся в плохом состоянии или в аварийном состоянии, в эту программу не попадают. Поэтому вывод я делал очень простой. Действующего законодательства вполне себе хватает для того, чтобы помочь всем тем людям, которые хотят из плохого жилья переселиться в хорошее. Но если они принимают вот этот закон, который лежит в Государственной Думе, то это означает, что они хотят и преследуют совершенно другие цели. Не, их не волнует забота о москвичей, видимо, там коммерческие интересы строительного лобби. А какой вот интерес, объясните мне? Вот какой это? А вы, кстати, Татьяна Борисовна, это говорили, у нас журнале «Нью-Таймс» на круглом столе. Вы тоже предполагали, что там есть интересы, вероятно... Не, наоборот. Я как раз говорю, там риски для них есть. Ну, это все зависит, во-первых, от района. Это зависит от того разрешения на строительство какого дома они получат. Там будет 10 этажей, 5 этажей, может быть, 20 этажей. Мы же этого не знаем. Но совершенно очевидно, да, что я знаю, что во времена Лужкова, когда строились дома, там была доля города. И эта доля распределялась на всякие социальные нужды. Когда пришел Собянин, там было гораздо больше денег на строительство, но город не распределял свою долю. Накопилось, ну, по моим данным, порядка, ну, больше трех тысяч квартир, не распределено. То есть то, что есть сейчас у города и чем город располагает. Поэтому уже 10 домов Москва может спокойно расселить. А дальше на их местах, то есть сносят дома, и там уже могут построить вот эти свечки, не знаю, там 20-этажки. Вот, пожалуйста, спокойно все строительные компании могут зарабатывать на этом. Есть, конечно, риски, ну, а есть вполне себе очень рентабельные проекты. А вот, Дим, можно я вас спрошу, как у политика? У нас впереди выборы президента и мэра. Вот зачем себе на голову устраивать эту головную боль, политизировать даже ту Москву, которая обычно сидит на диванах? Вот какая в этом во всем логика? Я вот понять никак не могу. Ну, во-первых, я думаю, что расчет был на другое. Я думаю, что они планировали расселить какие-то действительно старые пятиэтажки, переселить людей в хорошее жилье, а потом их там днем и ночью показывать по телевизору со словами благодарности Собянину, Путину и так далее. Но в стране, где не работают политические институты, где нет сдержек и противовесов, в странах, в которых все коррумпировано, даже самая замечательная идея, она просто реализуется с точностью до наоборот. То есть вот этот список реноваций, он появился не просто так. Я уверен, что там рука лоббистов, которые наверняка уже кому-нибудь занесли, и вместо того, чтобы реализовать хорошую идею, они начинают создавать проблемы. Они не ожидали, что такое количество людей выйдет. Нет, ну секундочку, если они представили, Босква первоначальный список, там была куча районов, куча и так далее. Но они же понимали, что это вызовет у людей, у нас абсолютно, мы же нищие все. И у большинства из нас ничего, кроме квартиры. Ну как решение принимают? Вот есть один начальник. Этот начальник вызывает главу прав, подготовьте мне списки. Глава права думает, ох, сейчас-ка я на этом заработаю, берет строители, а давайте подумаем, что предложить. И начинает предлагать вместо бараков каких-нибудь удалить от метро, начинает предлагать хорошие старинки около метро. То есть система, где нет дискуссии никакой, где парламент превращен в посмешище Московская Городская Дума, там же депутаты голосуют против своего права с людьми на улице встречаться. И когда нет вот этой нормальной дискуссии, когда не работает институт, когда СМИ замалчивают все эти проблемы, решение вот именно таким образом готовится. То есть я думаю, что задумано-то было все наоборот, как пиар Собянину в преддверии, во-первых, мэрских выборов, хотя говорят, что может быть он уже пойдет куда-то дальше, и претендует он все-таки на то, чтобы стать преемником в 2024 году, ну по крайней мере такие слуги ходят. Поэтому я думаю, что он лично планировал какую-то красивую пиар-историю, а в итоге коррупция, она и здесь сыграла свою роль. Коррупция, личные интересы, интересы лоббистов, интересы строительных компаний просто все испортили. Надежда Борисовна Косарева, чего вас грозите? Знаете, я правда, вот искренне, я ничего не понимаю, в политике, и почему там вот как-то… Да ладно, что такое… Честное слово, экономики, слово экономики, да, я немножко понимаю в экономике. Я не вижу здесь интересы бизнеса, я вижу риски бизнеса. Объясню, почему. Секундочку, значит, сейчас что делает бизнес? Бизнес строит по периферии всех городов, в том числе Москве, уже за МКАД поехали. Строит как можно больше, выше, значит, очень мало тратит на инфраструктуру, там все-таки спальные районы ужасные, многоэтажные и так далее, то есть, ну, условно говоря, в чистом поле. Переселять ему никому не надо, затрат нет. Цена за 200 тысяч метров зашкаливает, без затрат на переселение. Теперь вдруг говорят, ему будет привлекательно продать за те же 200 тысяч, но при этом 100 потратив на переселение. Это что же ему привлекательно-то будет? А я могу… Подождите секундочку, а вот риски, я понимаю, вот они уже… Сколько ГПЗУ в Москве выдано, сколько уже… ГПЗУ только. Гретостроительный план земельных участков, то есть, это уже интенции, намерения на строительство. В том числе, сколько по периферии они уже начали проектов, которые они надеются получить прибыли, а тут вдруг будет на рынке предложение нового жилья в срединной зоне. Это же какой дурак будет покупать на периферии, когда можно будет купить в срединной зоне. Спрос у них упадет. Это огромные риски для крупнейших застройщиков. То есть, я правда, с экономической точки зрения их интереса в этой программе, ну, просто не вижу. Вот риски вижу очень большие. Я могу объяснить, в чем экономические интересы. Очень коротко. Это не коммерческая история. Она датируется государством. Там еще будут бюджетные деньги. Это первое. Второе. Город знает, где, например, будет построено, предположим, метро. И будут издержки. Строительство дорог, инфраструктуры, метро, все это вешается на город, на нас с вами. А прибыль будут снимать как раз строители. Вот в чем бизнес интерес. Мария Валерьевна, поскольку у нас совсем мало остается времени, у меня к вам просьба. Вот для наших слушателей, вот что им надо делать, чтобы из них не сделали идиотов и не отняли то немногое, что у них есть, а именно их частную собственность и квартира? Ну, вы знаете, я уже сказала точку зрения свою, что все это голосование в настоящее время находится вне правового поля, но все-таки я считаю, что все равно нужно созывать общее собрание собственников, безусловно, это первое. Можно, конечно, сходить в МФЦ проголосовать, и, наверное, это стоит сделать для того, чтобы правительство Москвы все-таки учло ваш голос. Но я подчеркиваю, повторюсь, что даже если один собственник против сноса неаварийного дома, ни правительство Москвы, никакие иные государственные структуры не имеют права лишить вас вашего права собственности. А вот, извините, вот тут вам сразу и написали, что захотят, и в одну секунду объявят дом неаварийный, объявят его аварийным. Это тема для отдельного разговора. Правильно написали. Возможные злоупотребления в этой области. И дело в том, что если мы сейчас с вами посмотрим, что у нас происходит. У нас раньше информация относительно кадастровой стоимости квартиры, относительно процента износа дома, да, была общедоступна в интернете. И как-то так совпало, возможно, это случайно, что эта информация сейчас исчезла из открытых источников. Это очень интересно. Можно получить технический паспорт домовладения, но если раньше это стоило каких-то разумных денег, то сейчас установлены заградительные пошлины в 40 тысяч. То есть, да, вот если вы собираетесь с инициативной группой, если вы хотите собрать общее собрание собственников, вы должны будете готовы раскошелиться. Понимаете? Вот какие интересные совпадения у нас в связи с этим законом, проектом. Случайно это произошло или не случайно? Ну, это, я думаю, политикам давать оценки, а не юристам. У меня есть политический рецепт. Да. Если власть не слушает, не уважает мнение горожан, то надо горожанам самим становиться властью. Вот в сентябре выборы в муниципальное собрание во всех районах, кроме Щукина. Друзья, я вас всех призываю идти на выборы. Регистрируйтесь кандидатами в депутаты. Если сами не хотите, поддерживайте независимых кандидатов. Давайте вместе выигрывать выборы. А муниципальные депутаты, вы считаете, смогут? Муниципальные депутаты смогут в любой момент привлечь внимание, например, к ситуации, когда будут нарушаться права граждан. Вот в Щукино сейчас, например, 8 независимых кандидатов и 7 единороссов. Глава управа отчитывается по несколько часов. Настя Брюханова, наш молодой депутат, она всех тогда вытащила из ОВД, Щукина, 26 марта, всех задержано. Поэтому поддерживайте независимых кандидатов, помогайте им или становитесь свидетелями. Все детали и подробности на моем сайте good.cof.ru. Надежда Борисовна, что вы скажете нашим слушателям? Тут по-разному оценивать то, что вы говорите. Я не буду потом о ком... Да я понимаю, что по-разному. Я считаю, что люди должны принять участие в голосовании. А дальше, если... Вот я, например, так прочитала правила голосования, что результаты голосования будут открыты. Вот вы мне возражаете, что там так не написано, но я прочитала так, что они будут открыты. По крайней мере... Результаты, конечно, будут открыты, только неизвестно, кто это проголосовал. Нет, именно с точки зрения того, что я могу проверить, как мой голос учтен. А как голос соседа учтем? А вот можно добиваться, кстати, и этого, чтобы тоже еще раскрыли, по крайней мере, уж по каждому дому. Конечно. Чтобы все увидели, как проголосовали соседей. Конечно, а значит, получится, что сосед решает за меня мою судьбу, вы понимаете? Это не является государственной нуждой, то, о чем я говорила ранее. Извините, мы должны уходить из эфира. Всем спасибо. До свидания. Услышимся через неделю. Полный Альбас. Ну, по-моему, мы все успеем. Ну, да. Ну, там под такой мощный идет. Вы действительно считаете, вот я просто уже, как бы, в продолжении, вы действительно считаете, что можно прекратить право собственности на неавалимый дом? Так это, слушайте, вам любой юрист скажет, любой цивилист, что это не так. Я просто, честно говоря, шокированная тем, что вы говорите, потому что это не соответствует действующему законодательству абсолютно. Понимаете? Аварийный дом может быть. Аварийный дом может быть. Аварийный, да. Это отдельная тема. Да, возможно, злоупотребление. Да, что сейчас повально, вот юристы прогнозируют, правильно задают радиослушатели вопросы, что сейчас повально начнут нормальные дома включать в список аварийных. Да, потому что... А у вас это не должно быть как-то аргументировано? В том-то и дело, понимаете, что есть вот сейчас определенное законодательство в этой сфере. Должна быть создана определенная комиссия, которая должна думать следовать, да, значит, сделать заключение и так далее. Но вот этот законопроект нам с вами теперь предлагает вот это все отдать на откуп совершенно иным государственным органам и структурам. Продолжение следует...